И обо всем по порядку. Глава государства наградил президента Узбекистана орденом Алтынкаран. Это высшая казахстанская госнаграда. Церемония состоялась в рамках двухдневного визита Шавката Мерзиёева в Казахстан. По словам Касымжумар Татукаева, в последние годы атмосфера взаимоотношений между казахскими и узбекскими народами кардинально изменилась в лучшую сторону. Достаточно взглянуть на цифры взаимного товарооборота, почти 4,5 миллиарда долларов только за прошлый год, Соседи входят в топ-десятку наших торговых партнеров. Об успехах и новых планах детально расскажет моя коллега Айгуля Монтаева. Радушные приемы и гостеприимство – не пустой звук для тюркских народов. Тот факт, что Касымжумар Тукаев встречал в аэропорту Шавката Мерзиёева лично, в большой политике, безусловно, символ особого уважения. Город украшен флагами двух стран. Причем любезности взаимные. В Центральном парке Астаны узбеки угощали казахов своими национальными блюдами. Нарын, самса и, конечно же, король узбекской кухни – плов. Ароматный, в огромном казане. Пусть дружба между Узбекистаном и Казахстаном процветает. Визит ближайшего соседа в этот раз носит статус государственного. В Ахкурду узбекский лидер прибыл с большой делегации. Участники делегации обоих государств, это и министры, и главы ключевых ведомств постепенно прибывают в Ахкурду. И хотя спустя с момента последних переговоров тет-а-тет и с участием этих же делегаций прошло всего 4 месяца. Рабочий визит Касымжумар Тукаева в Узбекистан состоялся в апреле. Судя по количеству автомобилей, здесь их не меньше полусотни, вопросов для обсуждений накопилось немало. По традиции сначала главы государств приветствуют свои делегации, а после – все внимание прессы на почетном карауле. Именно они исполняют гимны двух стран. И в Ахкурде это всегда живой звук. Переговоры в узком формате зачастую проходят без участия прессы. В этот раз исключений тоже не было. Детали заявлений с глазу на глаз выдал чуть позже официальный телеграмм Ахкурды. Оба лидера говорили о крепкой дружбе между народами. Детали заявлений с глазу на глаз. И это говорит о многом. В целом атмосфера взаимоотношений между нашими странами, можно сказать, кардинально изменилась в последние годы в лучшую сторону. Поэтому мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Сегодняшний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами. Выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень. Первая тема – торговое сотрудничество. И здесь успехи колоссальные. За пять лет объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном вырос на треть. Только по итогам прошлого года страны наторговали почти на 4,5 миллиардов долларов. Горизонтов достаточно благодаря уже как год действующему договору о союзнических отношениях и новой программе стратегического партнерства на ближайшую декаду. Узбекистан находится на седьмом месте среди наших торговых партнеров. Как известно, задача стоит по достижению товарооборота в объеме 5 миллиардов долларов США. Большая часть товаров экспорта в Узбекистан – пшеница, мука, посолнечное масло, изделия и стали. Покупаем же мы у узбеков традиционно фрукты, абрикосы, персики, сливы, а еще кузова для автомобилей и холодильники. О развитии взаимной торговли и устранении барьеров в процедурах перевозки детально уже говорили на заседании Первого высшего межгосударственного совета двух стран. Необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» на казахско-узбекской границе. Значительных результатов ожидаем от деятельности Межправительственного совета и форума межрегионального сотрудничества. Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 миллиардов долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса. Вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек тоже не остались без внимания. Кстати, вокруг самой длинной реки в Центральной Азии Сырдарье, по словам министра профильного ведомства, сейчас проблем нет. В этом году мы не можем сказать, что в Сырдарье милей. В этом году было получено очень большое количество воды. Вегнационный период только получили более 4 миллиардов. Это вот на сегодняшнюю дату, еще до 1 октября, еще около миллиарда кубических метров воды мы получим. Еще один символизм в отношениях двух стран – орден Алтан-Каран. Высшую казахстанскую госнаграду Шавкат Мерзиёев получил лично из рук Касымшимарта Тукаева. Опять же, знак особого внимания к братскому узбекскому народу. Казахстане вас знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного, можно сказать, глобального масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран. Считаю эту высокую награду оценкой наших совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов. Казахстан – наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер. Пользуясь госвизитом Мерзиёева, коллеги совместно открыли ряд важных объектов в режиме видеоконференц-связи. Среди них филиал Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова в узбекском Черчике и филиал Ташкентского института инженеров в Алматы. Итогами переговоров фейс-ту-фейс стали сразу 15 документов. Подробности договоренности звучали на брифинге с казахстанскими и узбекскими журналистами. Сферы самые разные. Редко на церемониях подписания взаимных документов бывает Аким столицы. Повод в этот раз был. Астана и Ташкент подтвердили общее сотрудничество в инвестициях и культуре на ближайшие два года. Айгуля Монтаева, Айдос Медельбеков, Дулат Янтибеков. Присодействитель радиокомплекса президента Хабар.